И это лекция проходит в рамках проекта Европейское кафе, интернет-журнал «Новая Европа». И сегодня у нас гость из Германии, из Литве одновременно, Феликса Керман, которого, наверное, в Гродно знают лучше, чем в Вильнюсе, Минске. И тема у него, наверное, немножко провокативная. Возможен ли мультикультурализм, подход мультикультурализма в Беларуси? И ответ на этот вопрос Феликс будет давать в привязке к истории, прежде всего межвоенного, в Гродно. Я на тематику мультикультурализма в Беларуси. Те мягчима это, как бы, излучить. Те мая сэнс глядеть на и на историю, и на сучасную, на сучасную громадство Беларуси. В принципе, на самой справе почал раздуматься, только когда я рахтовался до сегодняшней встречи. И я уже повинен сказать, что у меня нема отказа такого готового, а я рад буду с вами подискотовать. Олег? Ну так, были текавые думки на каком-то культурализме, тема у Минске, и мне подалось, что все-таки у вас, на каше, этнишкинцы, религийный характер знат-то русско. Решивающий, что с ужасного замене мультикультуализма, и он подвлеживает некую ровность культуры, вроде тепло, так где-то великое питание. Это есть питание, на самой справе были такие... Ну, типа, подходит с ужасного замене мультикультуализма до бесстарышного спектра. Окей, окей. Это еще есть такой важный момент, что юз зараз некая дискуссия про мультикультуализм, скажем, на Заходе, в общем, это все. И питание, тима эссенции, их стосовать с путейших, до путейшей речейности, окей? Если взять по-ангельску, по-немецку, то это просто, с одного боку, мы говорим про мультикультурное громадство, калибру, это просто как дискрипция, как вопись того, что мы имеем доочинение с громадством, у которой есть некая форма разностайности, культурная, как раз. Но мне больше интересен нормативный аспект. И тут, на самой справе, я бы дефиницию мультикультуализма взял очень узко. Как у англо-саксонского центра, это как раз есть там философские питания и дискуссия, она связана с тем, что треба дать группам, которые себя дефинируют у своем баченню, иначе чем большинство, то треба им дать некие додатковые правы, скажем, как они себя нашли в громадстве в целом. Так что Капьяны стали громадянами, для этого им потребны додатковые некие правы, выключения, худшее за все, от огульного права. И на Заходе, конечно, это в связи с громадствами, у которых после другой существительной войны был большой уплыв людей из ненутри. И, в принципе, тут, конечно, цикало, что там это было больше в совести с колониальным минулом, что люди приехали из всего мира, ну, скажем, например, у Англии из всей империи, так само у Голландии, у Канадии трошки иншая ситуация, и у США, поскольку там традиционно была и так миграция с самого початка из всего света. И, конечно, тут у нас тут иншая ситуация, потому что, скажем, и Российская империя, и Советская империя, там колонизация была худшее за все внутренне, и не было такой миграции, скажем, с далекой Краину, а худшее за все, и она была внутри, я бы сказал, внутриконтинентальная, потому что трошки иншие обставины огульно. И, с другого боку, мне кажется, время важно, что у самой Белоруссии, как бы, тут, скажем, миграция сама не настолько важна, когда мы говорим про 19-е свободы, еще поздно это, но больше важно, что, скажем, то, что мы называем пограничем, что там разностайности, она была выразена, у худшее за все было специфичная форма суместного життя, где культурные разницы группы были видовочены для местовых житлов, и они не были, не было так, что были группы, сформированные, ясно от себя, отдельные, у 19-го свободы, этого не было, худшее за все, особливо не в городах, а в везках, худшее за все, это было так, как, скажем, с диалектами, что они поступово переходили, скажем, и поступово, ну, скажем, было достатково скомпликован, суть, эти особливости по границе, по меже, как раз у тем, что мы не маем дочинения с такими острыми границами, а я, наверное, худшее за все, ну, эти группы переходили, больше то, что по российскому плавно называется, и, али, с другого боку, у историчной Литвы, как бы, конечно, были группы мигрантов, яки заховывали некую культурную, отметность, дякую. И как раз, в связи с тем, что они приехали, что они не местовые, у историчного центра, это, например, первое початковое, али тут жили давно, и, скажем, не асимиливали, стали местовыми жухарами, али не асимиливалися у славянскую, балтийскую, там, большинство, это основанное, это евреи и татары, да, это добрые приклады групп, какие тут суды колисты прибыли, евреи совсем давно, татары трошки позднее, какие, как группа, как группа, ци у городе, ци у вёсках, еще заховали, еще у 19-м стабодзе, некую такую отметность, как раз, как группа. Так что мы ведаем такие приклады и тут. И я бы сказал, что я супер с такой, скажем, романтичного бачення, что у городни завжды было файно и прихожа, тому, что тут шмак было разных народов, и они завжды тут супер друг с другом жили, хоть этого не было, али был некий вопыт, скажем, историчного суместного життя, худшей за все доброй плыкотуде являли и, скажем, христиане, у целом, ци так само татары, такого суместного життя побоч, да, каждый жил в своем неком свете, были такие пункты, как, например, рынок, ци, ну, особливо рынок, где эти, ну, где были, скажем, некие сустречи у нормалевым пленям, я совсем недавно научился, что у местечка, конечно же, славяне так само ведали гидыш, потому что, так как, скажем, у Вильнии, сейчас люди еще ведают и польскую мову, скажем, местовое, вот, и, когда мы говорим про 19-е стоводзе, это еще так, скажем, то можно сказать, что у неполитичного сенса, это не проблема, говорить про мультикультурализм, в таком сенсе, что было мягчимо, скажем, особливо у везгах, ладить свое життя, можно сказать так, верьми огульно, и тут будут меня критиковать, можно верьми огульно сказать, что проблемы почались только, когда уже шли народные рухи, народные, эти национальные рухи, и, я думаю, проблема, проблема там была у тем, что подшелась, скажем, что это идеология, как раз, как объединять группу социальную по этничным, скажем, признакам, признакам, предметам, предметам, а лезь целью, а лезь целью, это заучить с окресенной территории, и тут почались проблемы, что, с одного боку, треба было вырешиться, например, тем людям, які жили у вез, які себе лечили, просто с христианами, ну особливо католиками, эти там православными, эти ранее унятами, пришел, скажем, у другой полови 19-го стоводия, в этом регионе, время и поздно, пришел момент, калитрово было у неким сенси вырешиться, после какого выпадка, уявление этих акторов, этих национальных рухов, и проблемы тут уже почались в 20-м стоводии, можно сказать, и я бы, я бы, можно, я бы сказал, что 20-е, если мы глянем, например, на историю городни в 20-м стоводии, то, конечно, говорить про мультикультурализм о некем позитивном сенсе мы не можем, я бы хотел, вельми, кратко, сказать, чему. С одного богу, мы имеем дочинение с внутренними спречками, скажем, какие как раз связаны и с национальными рухами, а есть и иншие политические рухи, как, например, коммунизм, социализм и иншие, а есть одночасовое, как бы, мы имеем дочинение в 20-м стоводии с идеологами и с практиками, какие шли не изнутри, скажем, аксуль, скажем, из тотейшего, ну, из, скажем, городиншины, а какие шли, ну, особливо с заходу и с усходу, я имею на увазе особливо оккупации, час оккупации и разные, разные формы репрессий, депортации и потом уже подчас другой существенной войны и морда и геноцида. И, может быть, я был за разом в нем и кратко шел в 20-е стоводии так, как я им займался и был дал просто такие пригляды, на кольки разные были подоходы особливо местовых уладов, такие уже в конце другой половины 19-го стоводия сразумили, что для них, скажем, этничность и национальная самосвядомость, скажем, что это для них политичный фактор, это уже у Российской империи как бы сразумили администраторы Месцовые, потому что это было политичное питание и потому что это было в связи с тем, какие будут дальнейшие лёзы, скажем, и той же Российской империи тут у этих регионов. И тут вернее цикл момент, с одного боку почалась свядомость у самых улады, что это есть важный момент, что есть эти групповые идентичность на белорусской мове? идентичность есть еще слово это белорусское слово идентичность но если что иншее тоестность то же самое или? Ну идентичность это мне будет простей, но в этом случае я буду сейчас в основном про тое какое уявление у уладу про тое как трактовать такие группы групповые идентичности скажем и первый момент я уже сказал это от самого початка 20-го сводя кожная улада яка я тут была и она сразумела что треба працавац на этой глебе скажем и что это важный момент для обеспечения можно так вами просто сказать и мне цикаво что как раз в той момент когда такая сведомость появилась в этом выпадке тут у российской империи начались первые переписи населения тут у этой части Европы первые переписи населения 1897 официй у все российские это важно тем что это первый раз скажем официйные уводенные категории у каких люди могут выразить свою отметность культурную и важно что у российской у российской первой переписи это были в основном мова и религия не было там не было ни национальности этничности кто вы было просто на какой мове вы разговариваете на какой мове вы разговариваете и природную мову потом у польских есть ухатцы есть такое питание на какой вы разговариваете ухатцы и у советских это потом это важно что скажем шмат информации про то я была тут разностайность снимаем с этого с этой переписи и она там зафиксована как раз скажем ну сколько католиков сколько православных сколько евреев сколько татару там иначе пишутся и на какой мове они разговариваются но уже интерпретация кто из них белорусы и кто из них поляки и кто из них евреи это уже интерпретация это уже часто это интерпретация скажем того часу администрации али еще больше часто это интерпретация историков которые пытались уже позднее доказать что город не всегда белорусская это польская это белорусская это еврейская но всякий вывод это важно и надо завернуть увагу что это я раз я говорю историю этничности как она была фиксована скажем или как она была скажем в каких категориях она была выразена в той час и историки мы конечно имеем такую проблему какие у нас границы как раскрыть эту информацию и изразумево что перепись населительства это не отиллюстрование речайности а это просто вник некого административного ну пълной административной технологии как скажем упоротковывать населительство в пълных категориях и это скажем и уже у российских час это было виме важно в политическом сенсе али подчас другой 20-го сенсе стало все больше и больше важно и в политическом сенсе и таки добрый приклад что мы таки добрый приклад что перепись населительства это не речайность речайсность а просто некий момент некий отрывок просто из полной перспективы это есть таки дневник господиус он уже публиковался алис там этого кламрота на дом офисе да шестер святой бук да там это вице-бургер мистер немецких сил оккупационных это было и он у него там кратко просто в своем дневнику он пишет дневник для своих внуков и ему было важно писать своим внукам что у воротни было стольки и стольки и он уже пишет поляков стольки и стольки евреев и там я просто запомнил вспомнил что там вот этот час после большого беженства да как называется по-русски было амай что ни было у его списка не было русских а еще меньше было русских да у него там у шестнадцатом стольки у него этом списе есть у шестнадцатом вводе у него там у этом офицейном скажем этой немецкой переписи там есть три процента белорусов у народу и конечно зараз можно было время долго уторить о том что было больше откуда такая цифра в уголе али мне больше важно что мы этого не ведаем на самом справе чему мы не ведаем тому что потому что так и инак же есть разница между переписи насильницем где скажем улада запыталась на какой мове вы разговариваете какая у вас религия еще инши питания это на самом справе что не свечит о том как у той час себе люди сами бачили на самом справе это просто можно вернуть добро ну каждый кто пошел у везку и пошел ударить с местовым насильством тут ведает что прошло игровую что просто залежить от того как мы разговариваем с людьми в залежности от этого по-разному может совсем отравиться по-всякому выпадку для немцев когда они тут стояли это так иначе был важный момент видать с кем я не маю это до чинения и еще инш момент для них конечно самая большая фасцинация это были евреи потому что немецкие евреи с первой половы 19 встоводе можно сказать ассимилировались была идеология что мы будем немецкими жихрами мозаисского вероисповедования как по-русски или там моисейского вероисповедования это подобная стратегия скажем у польских часы потом во всех выпадках это у немецких было вемец сильно так что евреи стали немцами с неким уявленным о том что их родки были евреями плюс у некоторых выпадков была еврейская религия абсолютно не во всех потому что уже подчас первой соседной войны не так шмат и для них конечно сустракаться с евреями не ассамилованы и угородни не хасиды но так цинок ведут больше традиционный скажем лад життя для них это была такая фасцинация и веми шмат цикавых таких моментов текстов я этим занимаюсь увиден как пишут немецкие жанеры частка из которых сами евреи и напишут местовых евреев и для них это было веми важная фасцинация с другого боку у Кламрута мы бачим что это есть в администра сенсе веми важно потому что требует домоваться с евреями без них не будет ни картошки ни водки ни ничего и шоу про межвоенный час я кратко веми только про то что было два переписы насилинства главные в 21 и 31 годе и веми цикавый момент что поляки в 21 запытались какая народовость и они были настолько незадовольны выниками что они в 31 году уже не запытались почему потому что в таких районах как тут надо шмат людей которые не должны сказать что они поляки сказать что они поляки в этом случае все наши все те которые думают что они должны быть белорусами и не буду тут далеко исти скажем углу этих переписов я и не скажу сколько было кого угороднее это не так цикаво больше цикаво мне сдается что что все-таки польская улада местовая вела конкретную политику как спарранизовать города так можно назвать и у тем лику это были меры супрать белорусских девчон али у тем лику это были меры супрать коммунистов евреем и можно сказать про радикализацию все это еще начинается в 20 есть некие спробы працавать скажем с местовым насильством и уже в полове 30-х годов польская администрация разумеет что нешмат изменился евреи далее занимаются важной экономичной позиции в городах а у везг скажем местовая местовая славяне как бы яны не обовязково все остались поляками это уже было видовочной и там есть такой цикловый момент что после смерти Писуцкого есть и у городни такая радикализация мер местового польского польской администрации попробовать скажем уже силы тиснуть на разные группы скажем какие лечились что они повинны стать поляками я дам только трошки прикладов была такая опция например когда ну тут шмат там я сейчас шел по Каргамарсу так по Жешке там шмат было еврейских каменицов и бизнесов как мы сегодня кажем то была такая опция у местовых евреев стать частью польского громадства и была такая опция стать поляками как мазейского ну можно было можно в принципе и хреститься было и такое в Воронине но время не шмат художество было опция людей какие были добро адаптованы в польском скажем в польской мовной сфере городу официйной публичной и какие ухать какие добро ведали о том что они евреи но на улице они сильно не отличились и там есть такой момент что из них подчас другой соседной войны из них больше выжило потому что они леп по польски говорили те евреи яких было значительно больше в городе огромная большинство как вы видите у тот час была половина жахаров у тот час около не было где-то 50 тысяч жахаров и из них половина была евреями и огромная их большинство это были бедные скажем процовные якие у хате вытарили оборонского видыш и частка из них была скажем габрийско молная оленя далеко не все а польски например ведали по-разному российскую мову ведали по-разному узалежности уже какое поколение и так далее во всяком выпадку тут есть уже такой момент что для еврейской элиты месту были разные выборы мягчимые белорусской элиты не было видовочной в публичной сфере жития может Андрей Чернакевич если зараз он имеет больше часа то может знай что еще некие тренинцы но когда я работал над такими питаниями то скажем я шмат белорускости в публичной сфере 30-х годов не знай шоу просто это не значит что не было белорусов в городе али мягчимости и скажем их выразить и такого активистов которые это исправовали в 30-х годах амаль что не было в 20-х годах мы это еще бачим особенно на початку 20-х али уже позднее амаль что невидовочного города и еще ахошник про межвоенные час там есть такие очень интересные моменты а нет на концерт евреев еще польская влада с 35-го года начиная уже шире идеологию до коммуны что есть угроза исходу это коммунизм это большевизм и что этим стоят евреи это коммунизм и мы я нашел такие вели конкретные моменты угородные что как раз те официйные поляки какие суды приехали из Варшавы особо у армии у городской администрации и они ладили такую просто публичную компанию супрот супрот большевикам или большевизму но это была антиеврейская антисемитская компания и они даже у них и сейчас замовли у НСДАП немецкие материалы для выставки супрот большевизму и это так само важный момент что тут что когда мы говорим про групповые идентичности и про уладу которая разглядает это не значит что мы это маяцем базе только этничность есть так само политичным моментом важно что весь час межвоенный период есть борьба с коммунизмом и белорусские дядьши в основном сидели в центре белорусской культуры тогда была вязаница иезуитская и они там сидели не потому что они были белорусами а потому что они были ангаживались за социализм за коммунизм там разное было и за грамаду и за это церковь что я пошли на кон межвоенного периода то была такая спроба цикова створить православных поляков в этом районе и так само видовольно что это было сделано достаточно поздно только в другой полове 30-х годов насколько я добро памятую то сборная церковь на площади 38-го то это как раз и в тот час когда была такая акция огульная где во всей уходной Польши внеслись церкви а в той же час угородник конкретно из цегла этой церкви повинна была сбудоваться новая церковь для православных поляков идея была такая что это будет парад в принципе это есть такая опция которую мы сейчас знаем в Бластоке что самые великие патриоты в Бластоке это и есть как раз православные там это отрывалось после войны уже такая идея створить скажем местовых патриотов польской державы и дать им максимальность на некую отметность религию и разумеется что это углородник уже не отрывался как мы сказали в 38 году это скажем было такое форсирование этой идеи то уже в 39 году пришли большевики и настали инши часы и первые началась советская оккупация первая в 39 году мне важно что там у советской оптицы национальное питания не было на первом месте. И они, худшее за все, пошли разборить город по социальным... Как признаком? Отметом, да? Ну, это значит, что те люди, у которых была дружая площадь, у кого были большие такие бизнесы побольше. Или изразумело, что и те люди, которые работали на польскую державу, а покольки, и тут важно, покольки поляки у державную администрацию взяли в основном поляков, то это были ахвярами Совета, у нас было, конечно, больше поляков тут на месте. Потому что и это течется администрации, и войска, конечно, и осадництво войсково, и, конечно, было больше польских афяров, але у тем лико шмат еврейских, например, да, про что мы забываем, что богатых евреев так само ссылали еще у Казахстана, у Чернии, там, 41-го, как богатых, скажем, местовых, там, католиков, православных. И когда еще кратко про советские початки тут, то с одного боку была социальная логика, да, репрессии как раз, что они шли суперсить с конкретным группой, в отношениях до функций, которые они занимали у польской державы, скажем. А с другого боку, конечно, уже в той час была особливая, скажем, подозренность до поляков. Это, конечно, было у советских шоссе, в 1939-м годе это было питание, и были особливые адренные отношения до, скажем, ну, я бы не сказал польского меньшинства, а у неким сенси, ну, до местовых поляков ставились так дрянно, что сами советы сказали у некий момент, что стоп, треба у Кемлик ушановать. Кратко про, ну, коли уже пришли немцы, то, конечно, уже про мультикультурализм вообще, ну, лучше не вспомнить, потому что и они, скажем, ну, и они пришли с верной конкретной, скажем, оптикой своей, какая была российская, российская, добро сказать, российская, и они отделили, скажем, местовые же хоровы не на нации, худшие за все, а на расы, да, и, 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 сразумево, что, и они уже, коли сюда уже пришли, в принципе, идея вымордовать евреев, она уже, в принципе, можно вымордовать евреев, и она уже была у дорозы. И первые морды, и они, как раз, ну, первые морды не только, скажем, этих, так называемых, политкомиссаров, али и женщин, и детей, и старших людей, и они, как раз, были тут на помеже у Кемлику литовско-славянскому тут помеже. И, разумево, что немцы вымордовали по, ну, я бы не сказал национальному признаку, но евреев мордовали за то, что они евреи, да, просто створили гетто, и для них, и Веми, и, скажем, тут был такой важный момент, что у таким городе, ягородно было достатково, как это сказать, ну, им потребны были люди, які, скажем, сказали, кто тут евреи, и допомогли сами евреи, организовалися и створили гетто. Али у тем выпадку допомогали местовы, які добро видали, кто, у якой хате, где живе, у не гетто, где живут евреи, тому, что это у межвоенных час, конечно, было важное справа, ну, добро соседи ведали, кто, где живе, скажем, и, может, не у национального центра, а, напевно, у религийного центра, да, где живут католики, где евреи, где православные, это было сразумело. И, ну, так само важно, что немцы уже после смерти евреев, уже у 43-м годзе у городни, в принципе, из 25 тысяч евреев не засталися, сховалися там, ну, нисколько десяток еще в той час, али уже город был, скажем, славянский, цихристианский, то подшилися у тем лику в 43-м годзе репрессии собрать особливо полякам, и так само были такие спробы, скажем, ну, есть царство и, ну, деле, царство, да, как это? Разделяю и властвую. Да, разделяю и властвую, то у тем лику были спробы, скажем, то, что сегодня в белорусском законодательстве называется межнациональная рознь, да? Национальная. Так называется? Как будет по-белорусскому одессе? Национальная вооруженность. Вооруженность, да? Ну, в таком случае, немцы пытались такое особливо, ну, спробовали працовать на этой ниве, особливо помеж так само белорусами и поляками, я бы сказал, что им это не сильно отрималось. Может, так. И не сильно отрималось, а у тем лику тому, что было мало было тех, где отшел белорусов, которые были в тот час видовочные, и которые мы ведаем из документов, их было не так шмат, и, скажем, вот эту, ну, сильно не отрималось на локальном уровне это подтремливать. Ну, и так само мы повинны вспомнить, что, коли официально другая сусветная война скончилась, и тут советы пришли, скажем, в другой раз, что, конечно же, репрессии продолжались, и вывозки у Сибирь, расстрелы, и это особливо, конечно, польским деятшим, яки у АК, у армию краевую вошли, али так само иншим, иншим деятшим, яки были тут, яки в угле тут были на месте, али так само, яки вертались из працы, приносовые, из Немеччины и иншим. И мне было больше, мне у своих книзей было время важно, скажем, не працавать только на межвоенном периоде, все только на военном периоде, а спробовать это разом работать с послевоенным периодом. Может, это было трошки широковато отрываться, али верми кратко, тому еще про советский час, и мы, скажем, скончаемся на фестивале Кутурта. И мне интересно, что у моей концепции книги, то в основном уявленные про этничность и про национальность уговородней изменилось после войны у дочинения с миграцией войского населенства в город, да, это дало и плюс индустриализация так само в городе, которая почалась 50 лет назад, когда уже азот працавал. И вельми, скажем, то, что мы знаем сегодня, это вельми советское. Вельми часто я разговаривал с молодыми так само людьми, и я, ну, я, там, когда мы уже там выпили в одно пиво, в два, скажем, то я часто, наверное, стараюсь не запытаться, ну, я, например, личу, что без сенсу, ну, почать размову, там, кто вы, ну, скажите, кто вы, но время часто я был, я был удивлен, что люди кажут, даже когда я так не запытался, так, кажут, что я на одну четверть поляк, или я на три четвертые, там, безорус, или я на одну четвертую еврей, там, да, оказывается. И откуда это берется? Это берется с паспортного режима, да, советского, где была категория, какая седьмая, да, графа, пятая, да, пятая графа, национальность, и, сразумево, что у каждого повинна быть национальность, причем повинна быть национальность одна, и коли, например, нарожается дитё, треба выбирать из этих одну, и таким чином отремливается, что мы ведаем, кто были наши деды, но мне было цикаво угородни, что большинство, скажем, такой сведомости, кто я, огромная большинство этой сведомости, как раз в связи с этим паспортным режимом советским, да, что я ведаю, что я белорус, потому что это у меня в паспорте. Я не скажу, что так усил, але у меня был такой, скажем, ураженец, и такой тезис, что большинство белорусской сведомости, например, дякучи этой первой графе, где ясно пишется, что ты белорус, да, и твои батьки, и аз, а там и пишется, что кто-то из дедов был поляком, да, и люди об этом ведают как раз, и разумеется, что я наведаю это потому, что у семьи есть такой ник, и я ведаю и про минулые семьи, а ли там эта графа, и она моя ник, и уплыв, меня дается, такие немаленькие ос. И у советской часы же начинается флокализация национальных культур, да, уводенные вот у всего того, что мы знаем сегодняшний фестиваль междунациональных культур, это есть особливо переносятся деревенские некие элементы, які личатся, что я не маю точнение до этничного, скажем, корня данной группы, и они уже переносятся в город, и там вот таким уже советским ракурсом культивируются, да, фестивали, кружки, в школах, и, ну, я бы называл флокализацией, флокализацией как раз процесс перехода у город этих традиций, и я бы сказал, что то, что мы заразмаем на фестивале этих межрациональных культур, это не вёска, а это уже есть город, это есть, скажем, постсоветский город, это уже есть, это уже есть городские традиции, и есть разумеется, что они новые, и что они не шматное дочинение, скажем, с уявленем о прабеларусах, ци украинцах, ци немцах до другой сусветной войны, ци Штедали, у 19-го года. И вими видовочна для мене, вот так само у Варони, что советская категоризация национального, она вими, что сильно денежная сегодня, и вот как раз фестиваль, это есть такая, ну, это есть добрый привык от того, что мы даем, скажем, группам мягчимость, скажем, некую такую форму, распрацовывать, скажем, ховывать, навыто неким сэмсэм, и тут вими цикава для мене, что я был вими уражены, когда я подчас этого фестиваля, вот помните, там всегда начинается демонстрация, есть такой момент, когда все идут в такой першамайской колумбе. Я просто не мог поверить, что там есть белорусская, ну, что там, скажем, оркестра, там пожарные, пожарные Ленинского района, не ведаю, что и она там начинается, есть, ну, и что, я хочу сказать, что у Тымлику это отличается белорусской оптицей, белорусской группы, она на фестивале национальных культур, мая абсолютно такие же статусы, как у Сея Пошли, это вими цикавый момент, что официально, и она повинна, и она мая некую мягчимость, скажем, как раз в таком фольклористическом ракурсе, и она там, ей место там есть. И проблемы начинаются, и тут, добро, что Анджей тут есть, проблемы начинаются, когда такая группа, как, например, белорусская, например, польская, да, когда она начинает некое политическое высовывать, некое политическое потребование, да, пока люди тайнше цепевают, и вопроткой занимаются, и харчеванием с водкой цибэс, то это все окей, але коли уже, яны на базе своей групповой идентичности начинают высовывать политические потребования, например, на конт школы, да, на конт мовы, на конт газеты, на конт, скажем, самокирования у неких грамматских организациях, тогда начинаются проблемы, да, и я, ну, так отрывался, что я свою... у газете «Гвозь надневная», да, как раз там полгода эти, год до того, коли, ну, расходились слезы разных местцовых поляков, скажем, и это, ну, это важно тем, что это майя точнее с нашей темой, да, мультикультурализм, это, может быть, почему майя все-таки сенс про это думать, мультикультурализм, это коли у этих группов есть на самом справе правы, политичные правы, и тут, тут как раз, тут справа, и тут такова как раз белорусский выпадок, да, что, в принципе, так отрывается, что с белорусскостью, с группой белорусского отрывается время подобно, да, и что в неком сенсии, ну, да, чтобы уже так под конец все-таки дать трошки больше провокации, то участка мультикультурализма, это называется affirmative action, да, я дам бедным, бедным, бедным мигрантам, особенно тем из Африки, мы им дам специальную мягшимость, и мы им, да, навет дам трошки больше, чем иншим, как я не развивался, и я бы сказал, что отражение, да, особенно после 91-го года, вот отражение и те годы у Беларуси, коли было иншее ставлено и у тумлику до белорусской мовы и инших аспектов, это можно в неком сенсии разглядать, как affirmative action, у относения до этой группы, потому что, коли это почалося в поздних 80-х годах, разумело, что у той час, скажем, этносци, этничная группа белорусов, про які марили, скажем, на початку 20-го ста годзя, и оно уже сильно менялась, да, и уже у той час, например, шмат этого грамотства, якое перешло из вёстки у город, уже, например, не белорусской мовы, у той час, и насколько я заразумел. И так отрывается дивным чином, что и сегодня, не глядя на то, что офицерами мою двумовную державу, то всё-таки, на мой погляд, то белорусская, белорусская мовная культура и белорусская, да, белорусская мовная культура, она мое некое такое дивным чином, так отрывается, что она мое статус меньшинства, и причем абсолютно подобное, и я это сразумел, коли я працавал в Голосе знадневно, что было время цикаво, что это был такой час, коли обовязково, коли был некий митинг, обовязково белорусы шли к полякам и на дворок, скажем, и, ну, сразумел, что под шопот сидел тогда лишь за то, что он ранее працавал в Павони, да, и потом он пришел, ну, и я, скажем, працую как раз у Голосе знадневно, я разумел, чему, чему это, скажем, эти справы излучшены, чему, скажем, питание, как какие лез у польской меньшинсти, якая, скажем, на сегодняшний день у Городни не такая, ну, она огромная, если думать, что не колеть столько поляков у Городни не было, а ли правы, скажем, политические, конечно, обмежеванные, и, и, ну, мне было цикало, ну, тезис таки, что статус белорусов, який себе идентифицирует как раз про белорусскую мову, у них верно не подобный на сегодняшний день. Может, я на этом и заканчиваю, и, ну, думка такая, что мультикультурализм в такой ситуации мы сможем аэссенс, и особливо, когда мы это берем, как такую модель, какую можно и перенести, и до дальше мнений, да, особо белорусов, может, столько. У нас сейчас час для питания. Было питание про национальные рухи, тем не мне здаётся, что тут парадоксальный упадок, коли рухи за одного боку створали базу для культурализма культуры. То есть, с другой стороны, все же таки, они были накрываны на себе, и бачили иншую культуру, иншую этнишную, скажем так, кушали ворога, не? По крайней мере, да, сучасная переедет, да, в республике Белоруссия. По мобедным, скажем, в выпадке дискриминации, нам не было права интернациональной советской держависти. Мне кажется, уже про национальные, там, польскую и немецкую. Скажем, в том смысле, я подгоджаюсь, что еще шмат працы напереди, что мы еще шмат из этих аспектов не раскрыли. Мне здаётся, что вы с Вене малым говорили сегодня про вот эту идею краёвости, представниками которые были, Витрик Абрамович, Святой память адвокат Валерий Угрублевский, который в Великолице сказал классно, что у нас в Польске есть такой однопартия, да, это такой ряда. Вот. И они, и они, которые сгаджались на то, что в этой Украине, в былом ВКЛе, так, усім нациям повинны быть добрые. Тут нема одной генеральной этитутной нации. А все нации мают право на такий самый добрый лёс. И малые, и великие. И это гениальная идея, которая может вывести, мне сдаётся, мне сдаётся на нашу Украину далее. Потому что недавно, я недавно был в Беларуси, вот униянский святарь отец Сидорович, он с ним мне это сказал. Что мне кажется, спасение Беларуси, это чтобы все здесь было хорошо, а не какой-то нации. В этом смысле, конечно, я думаю, что если были бы у Беларуси, на самом справе, больше видовочные группы мигрантов, которые на самом справе отрознываются от местовых, скажем, постсоветских громадян, то было бы вельми видовочно, что Беларуси не такие уж терпимые и мирные. Ну нормально, заедут всё просто на сельске, там 3 тысячи китайцев уже нет. Ну там уже... На семянный пункт, який сам 3 тысячи, 3 тысячи китайцев там уже Вену. Ну во всяком выпадку, когда мы говорим про мультикультурализм, мы повинны, конечно, вспомнить о том, что уплыв миграции, что мы зараз маем у Менску шмат некольких десять тысяч студентов из Беларуси, а кроме мы, а май, что не мая мигрантов из... а май, что мы не маем зараз миграции у Беларуси. И это, конечно, не ведут, но это завжды так не было, но во всяком случае во всяком случае, во всяком случае, такая стабильная ситуация, но она может меняться. И в этом смысле я бы, конечно, сказал, что я был бы осторожен у дочинения до мультикультурализма в Беларуси, потому что в никаком смысле у беларусов уже не ма навыку жить с людьми, как и инши, потому что в полном смысле, конечно, все постсоветские люди, в полном смысле, да? Можно там вспомнить про деда поляка, можно вспомнить даже про никого еврейского прадеда, да? Может быть такое. Ну, в принципе, люди... Ну, в принципе, мы маем дочинение с гомогенным громадством, можно так сказать. Проблема, что держава так само так нас трогает супразившим. Супразившим, как я так само славянник, они еще... Ну, вот есть такая ситуация? Ну, это я даже не надежал просто, но мне больше цикава, что на улице, да, когда говоришь просто, что... с этими турками, я просто... Я просто увидел сейчас, такая... такая легенда, какая может рассыпаться от разу. На самом деле, в той же войну, окошнюю загадаешь, вот, отказал на кунт немцев. Я занимаюсь давно густной историей, я не редко могу подшуть керфские слова про немцев. Зато постоянно глушать что? Своенное лучшее? Своенное худшее. Вот это глушить постоянно. Там уже это и правда. Слухаешь это и думаешь про толерантность своей. Толерантность своей оказывается, не немцы, которые там пришли, потом поймали двух партизанов, потому что партизан людей работал. Такая в основе. А это социальные инженеры. Поднимаем. На контакте ценной линии, вы видите, я не часто вижу белорусское телевашение, а я последним часом не ведаю. Назираю, скажем так, интервью неких таких заходних экспертов, и они все в один голос скажут, что не-не-не, вы знаете, Беларуси не надо оставаться одной. Ей треба обвязков быть часткой чегостей большего. Маленькие краины шакают великой проблемой. И вовле цивилизация становится снова колонным блоком. Я так вижу, что все ж таки белорусская держава выбирает вот этот антоновский вариант мысления. Вот так и подштруховывает таким вот прикладом на хирурге. Правда, ну, натурально, белорусская держава не оперырует такими вот высокоакадемичными категорами, но, в принципе, ну, можно заражметь, куда я на ней хилять. Что ж я не оперировать, если она колхозная, хадеичная. Есть какая огульная эта идея толерант, интолерантный народ, или, в принципе, сейчас там стоит просто обояковость. Просто я не бачу, я не бачу чужого, им все ровно, там, конфессина не идёт в проблему. Толерант, это белоруссо-конфессийная, когда приготаешь ситуацию, например, ликвидация Кунианской церкви. То есть колоссальная просто конфессийная революция, революция святости. И эти протесты. Не было протестов, абсолютно. То есть это что-то такое. Толеранты приняли вот то, что их погнали в православные церкви, и просто им было абсуромным. Абаякостненько. А толеранты все ж таки, это активная позиция. Я висплодь почти он им же, я упрымаю, я к ним же. Я согласен на то, что пойму, нет такие правила. А тут просто вот... Я могу одну тут договору, такая справа, что у нас не только помеж... проблема между разными группами. У нас навык, скажем так, до сегодняшней поры это стереотипное видение разных регионов в Беларуси. Ну, не такое видовочное, но на самом деле, когда человек скажет вот... Я имею статичность, скажем, со студентами из Бреста, которые приезжают в Беларуси. И я с ним разговариваю, которые относятся до города. Первый раз. У вас очень узкие улицы, надо это все снести и построить нормальные здания. Причем это массовое. Массовое в этом смысле, что ни один человек мне это говорит. Другое, что... Ну... Або, например, такое относится... Ну, у вас как-то много всего польского. И польский акцент слышен, и так далее. Тое самое, например, я взял, когда приехал в Гомель первый раз, и мне запашли на вечер на некий пляц, на некую такую улицу типа нашей советской, и разговаривали с мясовой молодью. Ну, вы из Гродна, да. Ну, вы все поляки там. Массовое, вот такие стереотипы, якие... 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 Якие у вас сейчас неким чинам потребливаются, истинуются. Бо... Ёшаска людей, якие, ну, скажем, до сегодня поры кажут, что ну, вот там исходники. Что мы туда не поедем, мы там не будем працавать, мы там не будем жить, потому что иные иные. Это всё иное. Вау, всякий вы подходит. Дякую, что пришли. Дякую, что мы две годины поддискотовали всё-таки. Для меня выник окей. Эксперимент не удался. Вем и добро. Дякую всем, и до встречи. И ещё не разбегайтесь, а мы будем каву пить. Горбату. Иди, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОПЛОДИСМЕНТЫ